Чем так мерзнуть, лучше бы как раньше. Топили печи, говорят жители села Караой, что в Алматинской области. Люди жалуются, что из-за низкого давления в газопроводе не могут обогреть дома и приготовить пищу. Сельчане вынуждены сутками охранять автоматизированные газовые печи, поскольку они отключаются. Но низкая подача голубого топлива – полбеды. Топливо поступает плохого качества, из-за чего фильтры забиваются, а их чистка бьет по карману, говорят люди. Что на это отвечают местные власти, расскажет Анара Нуртазина. Автоматизированный газовый котел Турдегазы Мухамеджанову обошелся в 750 тысяч тенге. Мужчина мечтал, чтобы в доме всегда было тепло. Но дорогая покупка обернулась для алматинца головной болью. Давление газа очень слабое, из-за чего печь отключается. Члены семьи по очереди охраняют котел сутками напролет. Каждые полчаса, если его не переключать, газ не горит. Давление просто ужасное. Из-за того, что приходится постоянно переключать, то включать, то выключать, насос сгорел. Ремонт обошелся в 30 тысяч тенге. Я в прошлый раз говорил уже контролеру – заберите назад ваш этот автоматический газ. Спасибо. Лучше бы мы допили печи, как раньше. Следить сельчанам приходится не только за давлением, но и за плитами. Они опасаются, что в любой момент элементарное приготовление обеда может обернуться трагедией. Не голубой, как положено, а красный, грязный газ. На газ плиту стоишь чайник, газ тухнет, воздух идет. Потом воздух идет, он с газом же все равно. Мы живем вдвоем с мамой, я на работе. Мама одна тоже не всегда может уследить. Вот это вот опасно. Низкое давление и плохое качество газа породило другую проблему. В газовых печах фильтры забиваются. Чистить их приходится регулярно. Это бьет по семейному бюджету, жалуются алматинцы. От 10 тысяч это все идет. Здесь пенсионеры есть, инвалиды есть. Они получают мизерную пенсию, мизерную зарплату. Соответственно, они не могут это оплатить. Красный газ, он пусто горит. И который у меня чайник двухлитровый, закипал за три минуты. Сейчас он закипает 15-20 минут. Соответственно, это же мой счетчик. Мотает же, мы же не фантики платим государству. Пять раз больше уходит газу. В Акимате Коройского сельского округа заявили, решением проблемного вопроса должна заниматься газовая компания. Чиновники здесь ни при чем. Этим вопросом занимается у нас компания «Алматы Газ Сервис Холдинг». И аварийная служба постоянно у нас выезжает и все на данный момент обследует. В прошлом году компании было выделено 505 миллионов на дополнительные резку газовых труб. И в данный момент в Харойском сельском округе этот вопрос с давлением газа еще не решен. Я так думаю, что этим вопросом должна заниматься соответствующая компания. В газовой же компании наличие проблемы отрицают. Говорят, были разовые жалобы, но они устранены. В сельском окемате обещают держать ситуацию на контроле и все-таки призвать газовиков урегулировать вопрос. Людям же рекомендуют тщательно следить за газовыми плитами, чтобы из-за слабого качества газа и низкого давления не произошел несчастный случай.